Этот поразительный товарищ относится к семейству губанов, известен как рыба Наполеон. Это одна из самых больших рифовых рыб и может вырастать до поразительных размеров. Более двух метров в длину, при весе в 190 килограммов. У рифа появляется зеленая морская черепаха. Поскольку ее мясо было важным компонентом супа из черепахи, охота за этим видом привела почти к полному его исчезновению. Мы встретили еще одну рыбу-вымвел. Обычно они патрулируют свою территорию парами. Во время плавания черепаха работает только передними плавниками. Задняя пара используется только как руль. Парочка рыб-хирургов пользуется возможностью очистить их от паразитов. Редактор субтитров А.Семкин Небольшая группа рыб-кардиналов прячется под большим выступом, ожидая, когда большая рыба Наполеон проплывет мимо. У нее мощные челюсти, которые могут запросто проломить панцирь ракообразных. Однако она не представляет опасности этим маленьким рыбешкам. Еще одна черепаха появляется у поверхности. Она не одна. Две рыбы-прилипалы упорно пытаются присосаться к ее панцирю. У этих рыб спиной плавник превратился в присоску. Они могут цепляться к большим созданиям или даже судам и перемещаться таким образом. Моллюск добился большего успеха. Эта ракообразная, похожа на крошечный вулканический конус, прижилась на панцире черепахе. Похоже, что саму черепаху это не волнует. Она больше интересуется водорослями на дне. Как все морские черепахи, зеленая черепаха откладывает яйца на берегу и оставляет их рождаться под солнцем. Самка всегда выбирает тот пляж, где некогда она сама вылупилась. Но как она умудряется с точностью найти это место, остается загадкой для ученых. КОНЕЦ